Ну что, всем привет дорогие друзья, с вами Блод Ленос и это произошло 4 эпизод с Ацурики Ноутензи на нашем канале. Сразу предупреждаю, если вы не поставите лайк, я отрежу вашу башку и сожру её, блять, сука, сука, нахуй. Ладно, Блод Ленос, успокойся, успокойся, не успокойся, сука, успокойся, сука. Дал ему пизделей, блять, блять, зубы, сука, немытые. Ну что, в принципе, мы начинаем наше прохождение. Остановились, как вы помните, мы на полном пиздеце, полном просто. И я хочу опять же поблагодарить девушку, которая переводила просто, ты молодец, если ты смотришь это видео и слушай, ну вообще, мандарин, ты когда будешь, блять, забирать или нет? У неё стоят, уже, блять, протухают. Вкусный пёпка персик вообще, эпизод 4, ладно, грузины, так, свалите отсюда. Что я хочу сказать. Остановились мы на самом интересном, так как там будет дом, дом из такого дерева. Интересно. Что я уже несу, я не знаю, я сейчас только что записывал в 7, я 7 часов, сука, записываю. Это уже, уже 2 часа ночи. А я записываю, тут Сацурики, но Тензи для вас. Эту конченую лису, шучу, лиса офигенная. Если вы не поставите там лайк, если вы не посмотрите, я тоже приду и отрежу вашим... Ладно, всё, не буду никому бошки отрезать, сам себе отрежу бошку. Постой, Зак, не ходи туда. И, как вы помните, вот сюда мы пришли, и тут ничего толком не успело произойти, и тут уже... Ах, моё сердце. Зак просто отравился чем-то, у него дрысня, он убежал, просто обкакал, ну, кровавые котяхи. Что же делать, что же делать? Скорее, думай, туалетную бумагу неси, блять. Рэй, чего ты там копаешься? Иду. А я не помню, чем закончилась игра, но вроде бы у нас разве кровь была? Я не помню, мы вроде пришли сюда, и всё нормально было. Но кровь... Не помню такого. Я помню, мы сюда зашли... Ладно. Да, это и впрямь чей-то дом. Это ещё что? Мне кажется, это дом нашего Зака. И как вы... Вот знаете, я... Я просто не сдержался, я пошёл, посмотрел на немецком и на английском, фу, то есть на немецком и японском. Кстати, вот эта вот картина, это статуя в Рио-де-Жанейре, если я не ошибаюсь. А там есть такой этот... Мне кажется, это дом Зака, я посмотрел летсплей тот, и на немецком и японском ни хрена не понял, я понял, что будет интересное что-то. Мы приходим, тут какие-то два пкурыша в крови валяются, нормально. Музыка такая, цветочки сзади. Всё красиво, всё фэншуй. Вдоль и поперёк покрыты швами. Постойте, его рука игрушечная, их рты и тела сшиты, но это куклы или... Зак! Сейчас скажет, это я завалила, да? Не надо, Зак, не стоит прикасаться к ним. А? Ну это наши родители, скорее всего, мне что-то кажется. Так, ну Зака точнее. Зак? Остановись, Зак! Да что с тобой? Чего ты так испугалась? Она что-то знает, я же говорю, или она завалила. Я хереюсь, и она завалила. Что это за звуки были? Какого чёрта? Здесь трупы? Она же... А, остановились мы на том, что эта девушка, наша Рэйчел, хотела что-то сказать, но так и не сказала. И мне казалось в тот момент, что она именно она убийца. Ну, то есть не убийца, она что-то там убила, может кого-то Зака там, ну, родителей или херу. Зак, послушай, Зак! Пожалуйста, прошу тебя. Боже, Зак так отходит и умоляю, убей меня, скорее! С чего вдруг такое рвение? А может быть, она что-то такое плохое прям сделала? Ну, хотя, я вот разговаривал с разработчиком, но не буду, ладно, потом расскажу. Зак, прошу, убей меня прямо сейчас. Да что ты несёшь? Допустим, убью я тебя, а дальше-то что? Мы до сих пор не выбрались. Да и твоё лицо не вызывает во мне желание убивать. Но... Эта книга... Опять этот колокольчик... Конечно, это Библия! Чего? Бог ненавидит лжецов, Бог презирает падших. А-а-а! Прошу, Зак! Убей меня, пока я ещё ни о чём не узнал! Пожалуйста, убей меня! Сейчас! Умоляю! Ведь ты мой Бог! Чего? Эй! Не шути, так держись! То есть, Зак хотел убивать тоже, как-то странное будет... Ну, как бы сказать... А-а-а! Все будут меняться, и как-то это всё странно. Этих поскидывал на пол. Вот этот момент я видел только в том немецком прохождении, всё, больше я ничего не смотрел. И что я хочу сказать, я с разработчиком, с переводчиком разговаривал. Она сказала, что очень много вопросов останутся, ну, то есть, неоткрытыми. То есть, хочешь что-то узнать? Хера лысого. Чего она вдруг? Сознание потеряла? Устала, небось? Неудивительно. Я не понимаю, что сейчас происходит, но мне кажется, что Рэйчел что-то сделал очень плохое. Но так внезапно падать в обморок, это ненормально. Она совсем пала духом, когда вошла сюда. И прям Зак такой прям волнуется там и тому подобное. Он же хотел её убить. Ты даже, тебе же даже на неё насрать. Чего ты волнуешься сейчас? Но это лицо, даже сейчас, моля смерти, она, её лицо совсем не цепляет. Потому что у тебя появились чувства, наверное, к ней. Я так полагаю. Я для неё бог? Странная она. Неправильно всё это. Странная она. Ты убиваешь людей с косой. Ты перебинтованный весь. Тебя ранили. Ты в себя вкалывал кучу лекарств. И ты говоришь, что она странная. Ты как какой-то робот просто. А у неё из сумки что-то выпало. И что же это? Записки. Читай. Быстро. Блин, ни чертань. А, ну да, ты же читать не умеешь. Здесь фотографии. Вот я. А это Рэй? Посмотрим какие-то цифры. И здесь это кислая мина. То есть на фотографиях он и Рэйчел. Блё, а прикиньте, если это сестра его. Я охерею. Что это за звук? Кто-то стучит. Уже. Уж не чертов ли Дэнни выследил нас? Разве? Звук идёт оттуда. Откуда мы пришли? О, смотрите, я могу управлять. Ну, подожди. Она обратила внимание на эту книжку. Ни слова не понимаю. Кто там стучит? Сейчас башку оторву. А ну-ка. Здесь, значит. Что это? А? Да ладно. Всего лишь игрушка. Сейчас взорвётся или ещё что-то. На. Эта штука, конечно, раздражала. Но что-то тут не так. Ёп твоё ж. Что это? Дверь закрылась. Ах, ах, а ловко же я тебя выпроводил. Это Дэнни? Он тоже живой? Что за фигня? Но ведь для тебя не будет проблемой сломать эту дверь. А хрена получается, да? Да не колоти ты её так сильно, Зак. Разбудишь бедняжку Рэй. Дэнни, ублюдок. Жаль, но грубой силой её не отпереть. Как видишь, двери на этом этаже очень надёжные. Что ты задумал, Дэнни? Открывай. Конечно, Зак. Я открою, но не сейчас. Рэйчел, ах, такая сонная. Если ты хоть пальцем её тронешь, кишки выпущу. Ну что ты, Зак, не говори так. Я не собираюсь убивать Рэйчел, но сейчас всё в моих руках. Теперь Рэйчел в полной безопасности, да и выход из здания под моим контролем. Чё? У тебя проблемы со слухом, Зак, или с головой, которой ты вообще не пользуешься? Ты ведь... Тебе не хватает мозгов даже для того, чтобы читать. Слышишь, болван, я хочу тебе помочь. Ты без печи нашёл рядом с ней, ни о чём не подозревая. Дошло до того, что она стала называть тебя богом. Неплохо, правда? Хватит не сечушь, ублюдок, говори по делу. Узнай о ней всё. Этот этаж и есть сама Рэй. А потом подумай, чего она действительно заслуживает. В зависимости от твоего решения, я позволю тебе уйти. Тебе одному, конечно. О чём ты? Твоя болтовня ни капли не разъясняет. Рэй, просыпайся. Она спит, скрывая сокровища. И так будет до тех пор, пока ты ни о чём не знаешь. Эй! Да ты издеваешься! Короче, опять же, интрига у нас до сих пор присутствует. Чёрт возьми! Что такого важного она могла утаить? Эти разговоры о боге. Зачем ей всё это? От пустых измышлений толку никакого. А вот если раскладить здесь всё, так или иначе, нужно осмотреть дом. Ну, в принципе, у нас первое сохранение, друзья. Я не знаю, насколько эта игра будет рассчитана. Сейчас так. А, но... А? Но я думаю, 4 серии, как всегда. Япона, мать! Вот это что-то неинтересное. Что это было? Эти штуки проткнут меня, если я не увернусь. Оу! Какие штуки? Блядь, где они? Твою ж дивизию! Откуда они лезут? Вправо, вправо! Что происходит? Какого чёрта? Эти меня не убить! Чёрт возьми! Как же я устал от всего этого дерьма! Нормально! Я ж говорю, ему в спину только что стрела попала. Ему пофиг вообще. Я ж говорю, он не человек какой-то, а что-то непонятно что. А? Что это? Белая табличка? Хм, буквы какие-то... Не могу прочитать. Это буквы, те, которые мы всовывали в какой-то этаж, если я не ошибаюсь. Ладно, возьму её. Получена белая табличка. Я не знаю, что тут происходит, но игра уже с самого начала цепляет. Уже экшон пошёл. Нету таких вот полчасовых там размышлений и тому подобное. Ну потому что это последняя уже глава, так что... Пицца. И кто здесь пиццу оставил? Съесть что ли? Съесть не съесть. Ха! Давайте схаваем. Я тут не боюсь ничего делать, потому что, ну, одна концовка, я уже знаю. Остро! Господи, даже юмор не это... Что за херню? Что он делает? Нормально. Перекинул стол. И кто только додумался класть столько перца? Это просто дьявольская ловушка. Зачем ты всё ломаешь? Пицца, это ж вкусно. Это что? Опа! Чисто случайно мы нашли какой-то люк. Какой-то люк. Стеклянный. Я не знаю, правильно я иду или нет. Прочный. Ничего не получается. Как бы я ни давил, тянул или колотил, ничего не помогает. Походу он железный, а не стеклянный, как я думал. Потому что, ну, железо и стекло, оно похоже, да, тут? Ну, по графике. Да он же на замке. Чёрт, теперь ещё и ключ искать. Надоело это всё. Да, но ради Рэйчел ты должен это делать. Ай, разбилось что-то. Что там? Ай, разбилось что-то. То есть, приходишь в гости к кому-то. Ай, разбилось что-то. Ай, разбилось что-то. Не думаю, что оно включается. Ладно. Идём дальше. А ну-ка, что тут у нас? Ванная комната. Всё подсвечено, так неинтересно, если честно. О, там что-то есть. Ключ, скорее всего. Ух ты ж, сунуть руку. О, господи. Опять сэнтхилл. Чёрт. Сейчас руку откусит пополам. Буэ. Что мы достали? Получен ключ. Я не удивлён. Буэ. Ну, понятное дело, туалет. Да быть не может. Кому в голову могло прийти и хранить ключ в таком месте? Ну, это неудивительно. Во всех играх везде ключи в таких местах. Фу, руки помыть бы. Да ладно, ты ещё руки моешь. Опять воды нет. А ну-ка, а тут? Краны перекрыты. Вода здесь, ну, только здесь. Водичка мутная, но всё равно же лучше унитазной. Непонятно, чей это дом? Мне вот интересно, чей же это дом? Ааа. Господи, что там такое? Ай. Там что, киты что ли? Что за хрень меня укусила? Бычков туда, наверное, положили. Кто посмел? Сейчас воду выпустит, да? Э? Рыбы? Рыбы? Да не может быть. Такая мелкая рыбёшка. А наглость и как у акулы. Зубы-то какие здоровые. Но это уже... Я не позволю сожрать себя какой-то рыбе. Господи. Хорошо, хоть кровь не идёт. Пойдём уже что ли? Нормально. Вот то рыбы покусали. Я же говорю, бычки какие-то. Бычки наши. Азовские. Ааа. То рыбы покусали, то проткнула стрела. Во рту вся печат. Что это за пицца такая? Нормально. Не открывается. Эту дверь не сломать. И с... Чего только такие делают. Но мы в принципе ключ нашли. Так что... Может быть... Ключ попробовать? Нет. Он видимо сам открывает. Я уже просто забываю. Что там да как? Ааа. Замок. Подожди-ка. Ключ из унитаза может подойти? А ну попробуем. У меня совершенно нет желания прикасаться к нему. Но по-другому никак. Мне... Мне вот одно не нравится. То, что в этой игре вроде как на серьёзных моментах делать немножко юморка. Но да ладно в принципе. Неважно. Открыто. Можно спускаться? Просто я бы хотел более серьёзное такое. Но видите. Тут переплетено как бы аниме и манга. И вообще если по манге сделано. Манга это практически то же самое аниме. Как бы да. Что-то тут не так. Странно. Что в этом доме вообще есть подвал? Впрочем здесь может быть что-то интересное. Тут подвал. Мало того что подвал. Так тут тюрьма. Здесь какие-то звери. Волки. Волки воют. Ау. Соба. Ох еб твою мать. Вот это мне напоминает бугимена Софи. Ооо. Вот это Софи точно. Ух ты. Какие огромные. Чё это вы здесь делаете? Жрать охота. Слина аж брызжет. Ну что пиздец вам. Эй. Станьте кусаться. Шею посворачиваю. Ну как нравится? Сейчас я вас всех на тот свет отправлю. Опять сохранялка. Пиздить. Да? Ай. Я ее в задницу что ли отдал пил? Или она меня кусает? Подожди. Что происходит? Я не знаю что я сейчас сделаю с ними. Но это было как-то странно. Какая же громкая музыка. Просто жесть. Ну конечно. В бугимене чуть-чуть по другому было. Но кстати. Очень напоминающий момент. Вы стоите на моем пути. Не угомонились еще? Что ж. Порезал. Порежет их нахрен. Всех троих. Ну. Они сами виноваты. Софи. Конечно была не такая. Но кто-то там вроде бы Дэвид прибежал тогда. Помню. Расстрелял их тоже. Черт. Если вы кстати бугимена не смотрели. На моем канале есть прохождение. Так что советую. Советую просто. Пипец как. Потому что эта игра. Наравне с Кэтлэдди. И чем-то таким вот. Детективным. Офигенным. Эти псины заняли мое время. Да и укусы побаливают. Какого черта они здесь делают? У хозяина этого этажа. Большие проблемы с головой. Я бы опять бы сказал. Что Зак. Не только у него. Проблемы с головой. Но и у тебя. Это ты знаешь. И есть Самары. А. Да ладно. Это же не может быть. Чтобы она была боссом. Этого этажа. О чем это он здесь? Я должен понять кто она. Я просто. Аху. Охренею. Реально. Это будет очень жесть. Что это там? Ты мне мешаешь. А что там такое? А ящик. Так. Куча каких-то игрушек. Тоис. Тоис. Игрушки. Цветы. Эм. Куча барахла. Хм. Можно открыть? Сломанная кукла. И здесь заперта. Как же ее открыть? Хм. Раздолбай. Все. А. Не понимаю. Я пытаюсь узнать Рей получше. Но моих мозгов для этого недостаточно. Я не в состоянии даже открыть чертову коробку. И вообще. Что не так с этой комнатой? Она какая-то странная. Куча игрушек. Бардак похлеще чем у меня. Это да. Хоть и прибралась. Хоть бы прибралась здесь. А ты уверен что это Рей комната? Ну хотя. Придется осмотреться. Я должен надрать задницу этому глазастому ублюдку. Пока Рей не проснулась. Что тут как будто бы кровь. Из игрушки почему-то сочится красная жидкость. Эх. Как же я скучаю по тому. Когда я проходил. Мэтт Фазер. И. Блин. Дом ведьмы. Нету. До сих пор нету таких игр классных. Бугимэн. Да. Он классный. Но. Все равно. Та атмосфера которая была там. Это. Совсем другое. Что это? Очередной переключатель? Ох ёп твою ж. Что за проклятый дом? Ёв владелицы чокнутые. У тебя все чокнутые. Сейчас мы упадем. Дело плохо. Доски треснут. Если я буду дергаться. Если сейчас сорвусь. Не поздоровится мне. Проклятие. Мне кажется. Даже если он упадет. Тебе не помешала бы доля осмотрительности. Зак. Что там? Ооо. Подождите. Мы его разве не убили? Я так и знал. Что ты попадешь в неприятности. Молчи. Какого черта ты здесь делаешь? Или мы его не убили? Он нам поможет? Да ладно. Почему? Подобная концовка была бы несколько скучной. Нормально. Что же девушка направившая на меня нож. Не приняв во внимание моё предостережение. Сейчас Рэйчел Гарднер вероятно оказалась в руках Дэнни. И теперь ты намерен вернуть её. Я прав? Хм. Тебе какое дело? Хм. Эмоции овладевают тобой. Не надо меня успокаивать. И хватит подшучивать надо мной. Ну что? Ты у меня и... Да что ты? Типа в мыслях не было? Тогда в чём дело? Я лишь хочу понять, как ты стал таким только и всего. Чего? Каким ты таким? Чёрт возьми, меня тошнит от людей в этом месте. И среди этих неприятных типов ты самый мутный. Объяснись. Хм. Что ж, Зак. Странно, что моя личность вводит тебя в смятение. Думаю, я должен кое-что тебе рассказать. Опять эта музыка. Как же я её ненавижу. С младенчества я созерцал людей, верующих в Бога. Это было прекрасное зрелище, но слепота не позволяла мне в целом проникнуться к ним. Временами люди выдают Бога за то, за того, кто порицает тех, кто не желает признавать его. Хм. И используют имя Божье для собственной выгоды. Да блин, так все делают. Якобы, я не верующий, я атеист, ко-ко-ко. Сейчас тут много таких, блядь, детей и тупых тоже пёздолов, которые, ой, я атеист, это модно, типа, там, я в тренде, там, и тому подобное. А, сука, Пасхи жрать? Не, мы не атеисты. Нормально. Я вечно задавался вопросом. Я не говорю, что, опять же, атеисты, это плохо или верующие, не пытаюсь говорить, что верующие, это хорошо и тому подобное. Если у вас есть вера, то вы никому ничего не должны, то есть вы верите и всё такое. Вы не должны там ходить и платить дань каким-то священникам или там ещё подобное. Вера, это как бы то, что у вас внутри. То есть вы там пошли там на кладбище, да, там свечку можете поставить, или пошли там за грехи исповедаться, если вы это чувствуете. А не когда там платишь бабки, чтобы исповедаться, это уже полный пиздец. О чём же думает сам Бог, взирая на таких людей? Чего? Не мог бы ты выслушать меня без пререканий? Я ценю твоё праведушие, но тебе не хватает благоразумия. Отвали! Ты сказал, что хочешь мне всё объяснить, но пока несёшь какую-то совершенную непонятную чушь. Конечно, извини, я продолжу. Итак, я стал тем, кто отважился смотреть с точки зрения Бога. Это здание стало садом, в котором я мог узнать ответ на свой вопрос. Помещённые на Б7 люди не более, чем объекты для наблюдения. Нормально. Я нуждался и в ангелах, призванных испытывать людей, и осуществлять над ними правосудие. То есть, он, этот чувак, брал и хороших, походу, как бы, и плохих, да, чтобы, ну, наказывать. Вот, то есть, в чём был суд, когда в третьем эпизоде, вы помните, да? И мы стали люди, способные убивать беспрекословно. Дэнни, Эдди, Кэти. И ты, Зак. Вот, в чём прикол. Однако, я предполагал, что ты не похож на них. А? Простодушие погрузило тебя в неведение. Ты знал лишь то, что убиваешь людей, и твоя чистая душа лишена злонамеренности. Поэтому я решил назначить тебя ангелом, чьего? Но, поправ правило этого места, ты стал жертвой, и теперь намерен покинуть его. За такие слова можно и головы лишиться. Я сказал, выслушай меня. Суть в ином. Нет ничего удивительного в том, что ты желаешь уйти, но твоё стремление покинуть это место вместе с Рэйчел Гарнер... Я хочу знать, почему. Другими словами, теперь объектом наблюдения стали вы. То есть, против нас все выйдут, да? Как не спрашивай, я не знаю. Не беспокойся об этом. Я и не надеялся, что ты сможешь объяснить это словами. К тому же, наблюдение ещё не окончено, а значит, дать ответ сейчас просто невозможно. Так ты будешь просто смотреть на всё это, а господин священник... Так и есть, не оббессудь. О твоих извинениях толку никакого. Что ж, тогда вижу загадка Дэнни оказалась для тебя несколько затруднительной. Я могу помочь. Типа помочь узнать, кто такая Рэйчел, да? Правда, что ли? Это реально... Это даже не маньяки, это какие-то поехавшие в плане того, что... Ну, ему делать просто нехрен, тем просто хочется поубивать, а не психи, да? А этот псих в другом плане, он хочет как бы узнать, кто есть кто, но это как-то странно. Да нет, ничего скучнее, чем наблюдать за бездействием. Если ты растерян, я могу посодействовать советам. Взамен ты позволишь мне следить за вашими деяниями. Хм, интересно, мы убьём его в конце? Я хочу видеть, как вы сможете выбраться, на что вы пойдёте и кто вы на самом деле. Я понял. Хм, Зак, ещё кое-что. О чём ты подумал, когда Рэйчел Гарднер назвала тебя богом? Это... Отвратительно. Вот как. Послушай, что такое? Не зясняйся так витьевато. Я туго соображаю. А все вы видите, во мне только дурака. Ну, дураки, штука, только туго соображаю, да? Так уж и быть. То есть мы можем теперь дальше идти, но это очень странно. Это, блин, вообще пипец. Ну, а что самое главное, на этом мы заканчиваем нашу серию, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. 25 минуток для вас сделано. Игрушка интересная. Она будет, конечно же, записана залпом, если вы будете ставить лайки. Я думаю, если опять же 300 лайков будет, конечно же, следующая серия выходит. И погнали-поехали. Я для вас постараюсь, потому что сейчас я проходил и с Лисо игру, и вот эту, еще сердце Саю. Так что, друзья, все зависит от вас. Ставьте лайки, и серия будет продолжаться. Всем пока. Удачи, хорошего настроения, и... Лайк.